Даша Александрова, Кирилл Пищальников, ну и Капитан Филиппов. Капитан Филиппов, такая работа, Дмитрий Поломарчук, и все это один и тот же человек. Доброе утро. Артист театра и кино Дмитрий Поломарчук сегодня с нами. О чем пойдет речь, вы уже, наверное, догадались, но не сначала. Начнем со вчерашнего дня. Вчера был день рождения, мы вас поздравляем. Феликс любит говорить с прошедшим, я люблю говорить с наступившим. С днем рождения. Как отметили? Спасибо большое за поздравление. Отметил очень хорошо. Мы отмечали в кругу семьи. Я, жена, дочка, еще мои близкие друзья приехали. Со своей семьей у них там тоже ребенок. И в тихом домашнем семейном кругу, так сказать, посидели и отпраздновали. Вообще как-то, не знаю, последние 3-4 года мне стали нравиться эти домашние такие посиделки, без вот этих ресторанов, без шумных банкетов на 50 человек. Эй, эй, без всего вот этого. Как-то так дома, как, не знаю, может быть, как в детстве, когда родители устраивали день рождения, там, для меня, для сестры, мы тоже сидели дома, вот этот ковер на стене. Фотографировались. Да, вот это, да, да. Да, и мне кажется, я моргнул сейчас, секунду. Но это домашняя история, да? А если говорить все-таки о коллегах, вот я правильно понимаю, что работа над такой работой шла больше года, съемочный период, да? Но это же сколько дней рождений прошло? Какие-то, может быть, появились свои традиции, там, вот как, у меня сегодня день рождения, знаете, шарик или, наоборот, наградной револьвер. Или еще один дубль. Или еще один дубль. Да, причем именно по моему желанию. Можно мне еще один дубль поел? Ну, традиции, естественно, мы друг друга поздравляли, естественно, дарились какие-то подарки. Но вот если говорить о моем дне рождения именно год назад, он как раз попал, да, на период съемочного периода, я тогда честно попросил у руководства дать мне денек выходной, и мы с семьей уехали в Финляндию, и там в небольшом отеле, да, ну там день-два буквально получилось, мы там тихо, втроем, считая, что в номере отпраздновали день рождения. Потому что хотелось чуть-чуть отдохнуть, очень напряженный, очень тяжелый был съемочный период, вот там 12-14 часов в день, и это на протяжении долгого периода, поэтому... Такая работа. Такая работа, да, ничего не подделывается. Вот такая традиция, да, как день рождения у Дмитрия, раз, и нету его, и шарики так надувают уже по инерции, но понимают, что он в это время в Финляндии. Не отрываясь все равно от капитана Филиппова, продолжит Дмитрий общаться с вами, Филиппов Поломарчук, насколько это разные люди, потому что ведь вы в последний год с небольшим настолько близко общаетесь, а он персонаж, ну настолько, прямо скажем, сильный, такой харизматичный, но не может он не оказывать на вас никакого влияния. В чем схожесть, в чем разность ваша? Вы знаете, правильно абсолютно вы сказали по поводу влияния. Это, наверное, даже было взаимным. То есть, поначалу, когда мы начали снимать, да, создавать образ капитана Филиппова, конечно, он был немножко далек от меня. Он такой брутальный, да, такой сильный человек, как бы не тратящий зачастую временно слова, как бы действующий решительно и быстро. Я человек более свободный, открытый, веселый, и поэтому я, так скажем, капитану немножко старался себя к нему приблизить, да. Но постепенно, постепенно я стал замечать, что происходит такой процесс, что я в жизни, да, как Дмитрий, приобретаю какие-то черты Филиппова. В некоторых ситуациях я вдруг поступаю как-то так прям жестко, что для себя как бы открываю, думаю, что это я вдруг, что это я так... А Филиппа, в свою очередь, наоборот, вдруг стал становиться каким-то более открытым человеком, да, более веселым, более, не знаю, оптимистично настроенным. В отношении коллег, например, да, со своими коллегами он более, как бы это правильно выразиться, более, что ли, доброжелательным к ним, да, то есть такой шел процесс соединения, да, соединения меня и персонажа. Взаимовоспитание. Взаимовоспитание. Товарищ капитан, разрешите рядовому пищальнику высказать. Вот это была рубрика «Жирно и вредно». Да, мы вот так... Такая работа. Да, да, Кирилл. Мы так поддерживаем с коллегами друг друга, сразу видно у нас команду. Дмитрий Полмарчук у нас в студии, и вот про вашу команду хочется поговорить по сериалу «Такая работа». Вот это вот ощущение, что вы прямо друзья-друзья, сплоченный коллектив. Удалось как-то... В фильме это так. Да, удалось как-то за пределами, когда выключены камеры, подружиться. Да, да, это тоже процесс, опять же, не сразу произошел. В какое-то время мы еще так притирались с другими, с коллегами, да, с кем-то я был ближе знаком, с кем-то меньше. Но вот за весь этот съемочный период, конечно, удалось подружиться. И там были такие моменты, когда мы вне кадра начинали называть друг друга по именам героев. То есть я там к Лёше и Мите напрашиваю, говорю, «Михей, Лёша, прости, ради бога». То есть в какой-то момент там, да, даже и в кадре, собственно говоря, честно так сказать, терялась граница между героем, да, и актером. Ну, как мы поверили в наших персонажей друг друга, что сформировался какой-то прям коллектив. Ну вот давайте смело смотреть в будущее. Помни о том, что были такие, помните, Знаменский, Томин, Кибрид, был деревенский парнишка сложной судьбы Коля Кондратьев, который стал генералом Евгения Жариков, великолепная роль в рожденной революции. Жеглов, в конце концов. То есть это люди, которые в сознании зрителя становились такими кумирами, там, объектами подражания, ну, какими-то чуть ли не святыми. Вот насколько вы готовы стать завтрашними Жегловыми, Знаменскими, Кондратьевыми? Вот как по ощущению? Вы, я имею в виду вас, майора, я повысил вас. Вы у меня повысили, это приятно. Ну, пока капитана, я уже просто в курсе, да. Капитана Филиппова, Лернера, Володина, Стрельникова, вот все вы. Вот какое будущее вам видеть с этим героев? А почему нет, собственно? Скажу нескромно, почему нет. Мне кажется, в нашем сериале есть все для этого необходимое. Это и интересные истории, и юмор, который, честно, я сам смотрю сериалы. Меня приятно радует, потому что у нас получилось добиться какого-то юмора. И отношения между героями, да, эта история полна различных личных переживаний, личных событий. И, как бы, могу сказать по секрету, что дальше все будет намного интереснее. Еще интереснее? Еще интереснее. Это трудно представить, но да, дальше будет все интереснее. Практически невозможно. Да. Но, тем не менее, Дмитрий обещал, а, как вы понимаете, капитан Филиппов слов на ветер не бросает. Без пяти минут майор. Ну, по крайней мере, в моей интерпретации. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что так оно и будет. И в первой части перспектив, и во второй части того, что будет еще более интересно. Дмитрий Поломарчук, актер театра и кино. Спасибо вам большое. Капитан Филиппов был сегодня с нами. Когда станете майором, возвращайте. Когда станете майором, пришлите смс-ку со словами спасибо, как вы сказали, так и получилось. А пока узнаем, как она, погода-то, делается.